МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости Большого Горда. На Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. И не стойте слишком близко. Непогода вновь бушует в Самаре. Стреляет, подрезает, но белая Мазда уходит от погони. В виде остросюжетной драмы, разыгравшейся в Самаре, появилась в сети. Альпы все ближе, когда в Самаре откроют почетное консульство Швейцарии. Где заканчивают жизнь старые ртутные лампы и градусники. Репортаж с кладбища домашних приборов. Поспорят о будущем Самары. Ведущий архитектор расскажет, какую городскую среду они считают комфортной. Февраль вновь подбрасывает сюрпризы. МЧС сегодня установила желтый уровень опасности. Это уже второй раз за неделю. Синоптики обещают сильную метель. Ветер до 15 метров в секунду и снежные заносы. Так что при возможности этот вечер лучше провести дома. А уж если оказались на улице, говорят спасатели, держитесь подальше от деревьев, ограждений, дорожных знаков. Снег, говорят, в гидромедцентре будет идти и завтра. В сети появилось видео под интригующим названием «Задержание мошенников в Самаре». Что-то пошло не так. На нем видно, как группа крепких мужчин в черном пытается остановить белую иномарку. Они пробовали открыть двери легковушки, но разбить стекло со стороны водителей не удалось. Шофер иномарки отрывается от погони, попутно разбивает припаркованные машины. Мужчины идут на крайние меры и стреляют по колесам. Автомобилист отрывается, врезается по пути в легковушку и уезжает. Лет позже выяснилось, что беглеца все-таки поймали 35-летнего мужчину. Полицейские подозревают в хищении денег дистанционным способом у шестерых жителей Кировской области. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Полтора тысячи специалистов по химической и биологической защите съехали с Самарской область из более 10 регионов по Волжье, Урала и Сибири. Сейчас военные обустраиваются в палаточном лагере на Чапаевском полигоне. Им предстоит провести в полевых условиях почти месяц. За это время не отработают на практике приема защиты населения и воинских подразделений от отравляющих веществ традиционного химического и биологического характера. На полигоне будут отработаны более 20 различных сценариев. Документ, четко дающий направление работы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал послание президента Владимира Путина. Глава региона отметил важное решение по льготной ипотеке для многодетных семей. Теперь низкая 6-процентная ставка будет действовать не на 3-5 лет, а на весь срок ипотеки. По мнению Дмитрия Азарова, многим семьям это позволит решить квартирный вопрос. Президент предложил ввести дополнительную меру поддержки семьи, где рождается третий и последующий ребенок. А именно напрямую с федерального бюджета оплатить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. Важное решение принято и об отмене возрастного цен за участников программы «Земский доктор». Губернатор выразил уверенность, что все регионы приветствуют принято решение о запуске со следующего года и программы «Земский учитель». Она обеспечит конкурентоспособность системы образования в сельской местности. Особое внимание во время послания президент уделил теме культуры. Дмитрий Азаров подчеркнул, дополнительные деньги будут выделены и по программе устойчивого развития сельских территорий, которую президент дал поручение подготовить и запустить со следующего года. Серьезный блок вопросов посвящен экономике страны, повышению производительности труда, созданию благоприятных условий, ведению бизнеса и привлечению инвестиций. Эти вопросы сегодня находятся в фокусе внимания региональной власти. Многое получается, но, конечно, многое еще впереди. Но результаты должны быть уже по итогам 2019 года. Несмотря на то, что цели у нас долгосрочные, вы знаете, и 2024, и 2030 год, люди должны почувствовать результаты от реализации нацпроектов в этом году. Я думаю, это был очень важный посыл. Все нацпроекты нацелены, конечно, на прорывное развитие, но нацелены и на каждого человека. Сегодня в Самаре открылось почетное консульство Швейцарии. В последний раз европейцы назначали консула в нашей стране 10 лет назад. О совместных проектах и развитии торгово-экономических отношений говорили на встрече главы региона Дмитрия Азарова и швейцарского посла в России и в Россия. Как отметили обе стороны, потенциал для работы безграничный. Андрей Горгуленко продолжит. Сотрудничество Самарской области и Швейцарии имеет свою историю. Еще в 1995 году компания «Нестле» приобрела контрольный пакет акций шоколадной фабрики «Россия». Затем сотрудничество продолжилось в машиностроении, металлургии и других отраслях. Теперь же отношения Волжского региона и Альпийской страны выходят на новый уровень. Посол Швейцарии в России Ив Россье на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым сообщил, что Свейцарская конфедерация решила учредить пост почетного консула в России. Он начнет свою работу именно в Самарской области. Мы выбрали именно ваш регион. Самарская область является важной для нашей страны. Надеемся, что в будущем у нас будут все причины для того, чтобы сказать, что это решение было принято абсолютно правильно. Должность консула занял генеральный директор швейцарского центра в Самаре Николай Вефлер. Работа этого центра позволила увеличить торговый оборот между 63-м регионом и европейцами. Он вырос в три раза до 23 миллионов долларов. Дмитрий Азаров подчеркнул, что потенциал двустороннего сотрудничества далеко не исчерпан. Между Самарой и городом Невшателем налажен процесс студенческого обмена. Усилилось взаимное сотрудничество и в отношении спорта. Тренировочная база Швейцарии на время чемпионата мира 2018 года расположилась на территории Тольятти. Самарская область обладает своими уникальными компетенциями, специализациями. Конечно, здесь отдельно хотел бы выделить инновационный аэрокосмический кластер, а также кластер машиностроения, нефтепереработки и нефтехимии. Не меньше интерес для нас представляет и сотрудничество в социальной сфере, в сфере здравоохранения, в сфере образования. О развитии сотрудничества сторон в торгово-экономической сфере подробно говорили и на встрече швейцарской делегации с представителями торгово-промышленной палаты Самарской области. Когда есть место, где можно контактировать, когда есть представитель, это все связи, все вопросы решаются гораздо быстрее. И поэтому мы считаем, что это положительный эффект даст развитие взаимовыгодного сотрудничества и развитие именно экономики двух стран. Все это подтверждает, что швейцарская конфедерация является приоритетным торгово-экономическим партнером 63-го региона. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов, События. Пограничное управление по Саратовской и Самарской областям возглавил Вадим Митрейкин, генерал-майор на военной службе в органах безопасности уже 30 лет. На новую должность его назначили указом президента в конце января. Ранее Митрейкин служил в Приморском крае, на северо-западных рубежах и границе с Казахстаном. Предшественник генерала-майора Сергей Митюшин, занимавший эту должность в 2013 году, перешел на аналогичный пост в Брянской области. Сегодня нового главу областных пограничников представили губернатору Дмитрию Азарову. Я вам хочу пожелать успехов в этой работе и сказать, что мы всегда традиционно находились в тесном контакте, взаимодействии, взаимовыручке, если нужно, с Федеральной службой безопасности и пограничным управлением. И рассчитываю, что такая же работа впредь будет строиться. В Самаре может появиться и еще один новый уютный сквер. Заброшенную территорию за Кириллом и Фодинским собором предлагают привести в порядок в рамках программы формирования комфортной городской среды. Это одна из 20 территорий, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании в начале марта. Свою оценку проектам дали профессиональные эксперты. Их выслушала Лариса Шлафаст. Представители архитектурного сообщества, городских властей и общественники собрались, чтобы обсудить проекты благоустройства самарских скверов и площадей. Все они уже прошли общественные слушания. Теперь свои предложения высказывают профессионалы. Например, в сквере имени Фадеева планируется обустроить беговые дорожки, установить больше лавочек, сделать спортивные площадки и хоккейную колду, которая летом будет площадкой для тенниса. Мне понравился сквер Фадеева, потому что это очень само по себе место уникальное. Мы опять говорим об истории места. Он же был задуман в 60-х годах. Это было сильное такое градостроительное решение. Он работает, он работает, глаз радует. Поэтому деликатно войти туда, его благоустроить – это очень благородная задача. На площади Мочеловой решено сохранить стилистику 50-х годов. Но в других скверах можно применять более современные архитектурные решения и материалы, считают одни специалисты. Другие предлагают, наоборот, не гнаться за модой, а искать индивидуальные особенности. Мода быстро меняется. Поэтому я бы не стала заострять внимание на этом аспекту, потому что сегодня современно, завтра уже может быть приявшимся и архаичным. Скорее, мне кажется, нужно ставить вопрос о дизайне как об индивидуальном решении. Потому что все территории уникальные, жители, которые голосуют за ту или иную территорию, или за решение те или иные, уникальны. И хороший дизайн, хорошее проектирование находит какие-то уникальные черты. В Самаре может появиться еще один новый уютный уголок. Заброшенную территорию за Кириллом и Фодьевским собором предлагают превратить в сквер с пешеходными дорожками и детскими площадками. В рамках программы формирования комфортной городской среды новую жизнь может получить Крымская площадь. Архитекторы предлагают установить арт-объекты и построить сухой фонтан. Я искренне благодарна жителям, которые уже приняли участие в обсуждении. И все их замечания будут учтены, максимально учтены. Мне очень нравятся обсуждения, которые сейчас проходят с архитектурным сообществом. Мне нравится, что здесь присутствуют молодые архитекторы и тоже вникают в проблемы и в те обсуждения, которые проходят. Я надеюсь, что в 2019 году наше общественное пространство, которое будет выгодно по итогам рейтингового голосования, будет уникальными, самыми лучшими. И мы еще займем первые места. У нас с вами есть уникальная возможность сделать наш город еще более красивым. Прийти и проголосовать. Потратить небольшое количество времени, но заложить основу для того, чтобы в этом городе жили наши дети, жили они очень счастливо. Рейтинговое голосование по выбору территорий, которые благоустроят уже в этом году, пройдет с 1 по 3 марта. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Задумывайтесь о смене управляющей компании, но не знаете, как это сделать. Как поступить, рассказали специалисты Государственной жилищной инспекции. Сегодня в Самарской приемной Дмитрия Медведева прошел тематический прием граждан по вопросам ЖКХ. Жалобы людей выслушал и Андрей Горгуленко. Снежная каша у подъездов, нерасчищенные тротуары. Жители дома номер 279 по Галактеновской устали от этого и решили сменить управляющую компанию, работники которой с ухудшением погоды все прохладнее относились к своим обязанностям. Жители провели собрание, проголосовали за смену и нашли достойных кандидатов. Мы обращались очень много раз, у нас у каждого много проблем, и поэтому просто, ну, как бы уже про это говорить не хочется. Мы просто хотим уйти из этой компании. Мы нашли другую компанию, мы все про эту компанию узнали. Мы ездили и дворы смотрели, в которых эта компания работает. Только вот старая управляющая компания просто так сдаваться не собирается и хочет сохранить этот дом за собой. Тогда жители обратились за помощью к эксперту Государственной жилищной инспекции. Консультант успокоил. Жители по процедуре сделали все верно, проведя собрание. За смену компании проголосовали 90% пришедших на встречу. А значит, некомпетентные коммунальщики никак не смогут помешать запущенной процедуре. Граждане по процедуре уже сделали все правильно. Они весь пакет документов представили у Государственной жилищной инспекции Амазской области, как раз который является уполномоченным лицом, который вносит изменения в реестр лицензии. Сейчас проходит процедура проверки документов. Она предусмотрена федеральным законодательством. По результатам этой проверки будет принято решение о включении дом в реестр лицензии, который оказывается закреплением ее за вновь выбранную правильную компанию. Встреча с экспертом состоялась в регионально-общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Тематические приемы здесь проводят регулярно. Больше всего обращений в приемную касаются жилищно-коммунальных вопросов. По тематике обращений граждан у нас на первом месте стоят вопросы ЖКХ. Поэтому, естественно, обязательным условием нашей помощи гражданам является проведение тематических приемов, на которые приглашаются специалисты ГЖИ. Обращения граждан принимают постоянно. Записаться на прием можно по телефону, указанному на экране. Их проводят не только в Самаре, но и в других городах региона. За прошедший год решение своих вопросов и советы, как действовать, получили более 10 тысяч человек. Андрей Горгулен, Корцун Сулайманов, События. Ужесточить контроль за работой управляющих компаний предлагают и члены общественной палаты Самарской области. Совместно с Минэнерго они готовы рассчитать стоимость работ и прописать цены в нормативных актах. Сергей Кизоркин продолжит. К работе некоторых управляющих компаний есть претензии. Об этом говорили в торгово-промышленной палате представители городской думы, прокуратуры, государственной жилищной инспекции и областной общественной палаты. Жители многоквартирных домов в начале года планируют виды работ, а управляющие компании выставляют счета. Но на практике оказывается стоимость текущего ремонта в некоторых случаях завышена. Мы хотим предложить по аналогии фонда капитального ремонта. Фонд капитального ремонта работает по предельным стоимостям работ по капитальному ремонту. То есть определенные предельные стоимости, выше которых фонд не может выделить деньги. Мы тоже хотим предложить этот вариант, но по текущему ремонту. Сколько бы денег собственники не платили, управляющим компаниям всегда это будет мало. Стоимость текущего ремонта для владельцев жилья включена в квитанции за кварплату. Заключается она в отдельной строке – содержание жилья. Однако в общественную палату регулярно поступают жалобы от самарцев, что ремонт не производится. Жители хотят, чтобы был механизм, позволяющий проверить смету текущего ремонта. Представители управляющих компаний уверяют – они только за. Прозрачность расчетов покажет, насколько управляющие компании совсем не купаются в деньгах. Большинство управляющих компаний работают честно, и такая прозрачность расчетов как раз позволит остаться на рынке именно честно работающим компаниям. Общественная палата решила обратиться в областное Минэнерго, чтобы они рассчитали стоимость разных видов работ текущего ремонта. И смету приравняли госрасценкам. Сначала это будут нормативные акты, которые затем планируют закрепить на законодательном уровне. А памятки с минимальными ценами получат все председатели Советов домов. По мнению участников круглого стола по вопросам контроля за проведением текущего ремонта, эти меры должны помочь навести порядок. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Все знают, что ртутные градусники и лампы необходимо сдавать на утилизацию. Зачем это нужно и куда их везти – непонятно. Оказывается, далеко ездить не надо. Анастасия Ярыгина разобралась. Чем так опасны ртутные градусники и лампы и где их можно сдать в надежные руки? Именно сюда со всей Самары свозят старые ртутные лампы и градусники. Кладбище домашних приборов находится в Зубчининовке. Сюда их приводят целыми коробками. В основном от фирм и предприятий, только малая часть от горожан. Приемом опасных отходов наряду с коллегами занимается Николай Юрков. Рассказывает, порядки на работе строгие. Со всеми компаниями заключают договор, а каждую поставку отмечают в документах. Записывают даже номер машины, на которой привезли отходы. Все работники проходят обучение каждые пять лет. Правила безопасности знают на зубок. Обязательно должны быть правила безопасности. Во-первых, глаза, дыхательные пути. Все должно у нас быть на законном основании. И сами свое здоровье бережем. Вот уже 25 лет работаю. И, как видите, жив-здоров. За месяц здесь перерабатывают до 30 тысяч ламп. Делают это с помощью специального оборудования, которое устроено по принципу мельницы. Лампы поступают в специальную установку, где они дробятся. Происходит дробление лампы. Под нагревом ртуть испаряется из лампы. После чего пары ртути через специальные фильтры штуку фильтруются. Образуется отход ртути, штука. И отдельно образуется стеклобой. Только так можно утилизировать ртутные лампы. Они относятся к первому классу опасных отходов и нанесут непоправимый урон природе, если окажутся на свалке. Может произойти загрязнение атмосферы, почвы. Так как ртуть является очень летучим таким веществом. Поэтому бросать ни в коем случае нельзя. Нужно сдать специализированной организации, которая занимается обезвреживанием, утилизацией в данных видах отходов. Если у вас нет желания ехать в Зубчининовку, лампы и градусники можно сдать по адресу Мичурина 74. Принимают не больше пяти ламп с человека в день. Если их накопилось много, нужно обращаться в управляющие компании ТСЖ и ЖСК. Анастасия Ерогина, Максим Гусев. События. Далее коротко о других событиях дня. Завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты «Союз-2». Они прошли успешно, заявляет Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе «Нафтил». Его впервые использовали вместо керосина в 2017 году. Замена керосина на «Нафтил» проводится в рамках модернизации «Союзов» для запусков с космодрома «Восточный». Двигателями РД-107, РД-108 оснащают первые и вторые ступени всех носителей семейства «Союз» уже более 60 лет. С 1958 года их выпускают на самарском заводе «Кузнецов». Не смогли вовремя прийти на помощь из-за нечищенного снега. В среду вечером в одном из самарских дворов в районе Советской армии Московского шоссе застряли машины реанимации и скорой помощи. Видеобуксующих автомобилей снял местный житель. В итоге врачам пришлось взяться за лопаты и откопать свои машины. Жители соседних домов пишут в соцсетях, что двор трактор чистил один раз в начале января. А обслуживающие организации на их жалобы не реагируют. Остановили за нарушение правил вождения, а нашли героин. 33-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, был остановлен сотрудниками ГИБДД возле села Большая Малышевка. Как оказалось, водительских прав у него с собой не было. От медицинского освидетельствования он отказался. А при личном досмотре у него в сигаретной пачке нашли 6 пакетов с порошком. Экспертиза показала, что это героин. Общим весом почти 25 граммов. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Дело бывшего майора УФСБ по Самарской области Сергея Абрамова, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, поступило в Самарский гарнизонный суд. Напомним, Абрамов был задержан сотрудниками собственной безопасности ФСБ в феврале 2018 года. Старший оперуполномоченный обещал экс-руководителю Ставропольского филиала Самара Мелевводхоза Олегу Зюрину решить его проблемы с законом. Дело по обвинению Зюрина в мошенничестве тогда слушалось в Центральном районном суде Тольятти. Миллиоратор обманом получил почти 2 миллиона рублей за подачу поливочной воды в дачный массив. За свои услуги Абрамов, по версии следствия, запросил 1 миллион 600 тысяч рублей и право собственности на оросительный канал. Он был задержан на рабочем месте после того, как деньги и документы на канал были переданы его знакомому. Абрамову вскоре после задержания уволенному из органов инкриминировали мошенничество, а не получение взятки, так как следователи посчитали, что он не имел намерения и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Уголовное дело экс-майора расследовалось следственным управлением Следственного комитета по Самарской области. Абрамов своей вины не признает. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По делу Зюрина в мае 2018 года был вынесен обвинительный приговор. Он получил год лишения свободы. Зуб даю. В Новокуйбышевской стоматологической поликлинике к изготовлению номерков для одежды подошли творческие. Внутри них находятся зубы. По-видимому, настоящие. Фото номерков выложил в соцсети местный житель. По его словам, он ощутил себя героем голливудского триллера «Поворот не туда» или «Техасская резня бензопилой». Но врачи рассеяли его страхи и оказались отличными профессионалами, пишет молодой человек. У самарской молодежи появился шанс совершить бесплатное путешествие во Францию. Для этого нужно разбираться в нюансах языка и проявить инициативу. Это не единственный сюрприз, который подготовил «Альянс Францесс» с самарцем. Мэри Елчан знает детали. «Альянс Францесс» вступает в Новый год с большими планами. В год театра проведут сразу несколько конкурсов. Один из них – диктант на французском языке. Задание рассчитано на молодое поколение, тем, кому уже исполнилось 18, но нет еще 25. Заявку нужно подать до конца февраля, а уже 1 марта состоится региональный этап. Не менее 10 победителей будут поощрены поездкой в страну Сезана и Пармезана этим летом. Конкурс проводится уже во второй раз. Диктовать его будет носителем языка. И сразу же работы будут проверены, и будет определен победитель регионального этапа, который отправится в Москву. Все это будет происходить за счет французского института. То есть сам участник не будет отплачивать ни проезд, ни проживание в Москве. Те, кто давно мечтал познакомиться с французской кухней, смогут это сделать 21 марта на фестивале «Вкус Франции». Он вызвал интерес у жителей Самары еще в прошлом году. Сразу в нескольких ресторанах города будет приготовлен ужин во французском стиле. Нас приглашают для участия в каких-то акциях культурных, манифестациях проходящих. Ну и мы уже вносим здесь какой-то свой, свои возможности, свое видение. 2018-й запомнился самарцем, возведенным французским художником Оливье Грастетом, маяком на Самарской набережной. В этом году фестиваль «Волгофест» посетит одна из главных надежд французской поп-музыки, певица Фишбах. На «Волгофесте» совместно с Центром немецкого языка будет организован наш многонациональный павильон, и мы вас туда приглашаем. Самарский альянс «Францесс» – это первый альянс в России. Он был открыт летом 2001 года лично президентом Франции Жаком Шираком. Всего в России существует 12 таких организаций, которые предлагают курсы французского для детей и взрослых, а также дают возможность пройти стажировку и принять участие в волонтерских проектах во Франции. Мэри Елчан, Дмитрий Мешканцов, События. Завтра в Дворце ветеранов состоится награждение победителей проекта «Портрет мастеров». На празднике будет организована презентация цифрового эфирного телевидения для ветеранов. Трем лауреатам проекта вручат цифровые приставки. Ну а наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 20 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok